В конце апреля 1890 года, поправившись после очередного приступа депрессии, Винсент принимает решение покинуть лечебницу с сын Реми. Он отправился в Париж 16 мая, где познакомился с супругой Тел и их маленьким сыном. Брат порекомендовал ему продолжить лечение под наблюдением доктора Поля Гаше в его клинике в городе Овер, расположенном в 20 милях к северу от Парижа, на реке Уазе. Здесь любили бывать Лот Моне, Камиль Писаро, Поль Сезан. Винсент поселился в Овере 20 мая. Он часто бывал в доме доктора Гаше, который увлекался живописью и гравюрой. Был дружен со многими художниками, собирал произведения искусства. Он стал другом художника. Ван Гог написал его портрет и неоднократно изображал дочь Гаше, Маргариту. Под влиянием Поля Гаше Винсент стал заниматься афортом. «Ничего, абсолютно ничего не удерживает меня здесь, кроме присутствия Гаше», писал Ван Гог брату. «Чувствую, что мне довольно хорошо работает в своем доме всегда, когда я там бываю, а он намерен приглашать меня на обед каждое воскресенье или понедельник». Гаше был известным врачом, выезжал на консультации в Париж. Он восхищался портретами кисти Ван Гога, особенно его картинами «Орлезьянка» и «Автопортрет», привезенными из Сен-Реми. Портрет доктора Гаше тоже один из последних шедевров Винсента Ван Гога. Образ этого печального, тихого, хотя Ван Гог писал брату об эксцентричности своего друга, человека на фоне голубых холмов Овера, излучает доброту и внутреннюю гармонию. По лягу Гену Винсент написал, что он нарисовал доктора Гаше с выражением грусти нашего времени. Около него, на красной скатерти, цветок на перстянке с пурпурными лепестками, указывающий на увлечение Гаше гемопатией. Ничто в этом портрете не предвещает трагедии в судьбе художника. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Винсент жил в скромной мансарде гостиницы и часто выезжал на этюды. Он запечатлевал перспективы зеленеющих гороховых полей. Безбрежные моря желтых полей пшеницы, то часы полуденного зноя, то под грозовым небом. Деревенские улочки. Дома с соломенными крышами на окраине деревушки Кардевиль около Овера, которые, возможно, напоминали ему Нюэнн. К серии исполненных в Овере пейзажей относится и полотно «Пейзаж в Овере после дождя». Пейзаж с изображением спаханного поля и дорогой вдали, по которой едет крестьянская тележка, передает ощущение теплого солнечного дня, мягкого струящегося света, прозрачного чистого воздуха. Природа полна в нем просветленного чувства покоя. Пан Гог продемонстрировал в нем свое непревзойденное мастерство в передаче Пленера, средствами уже новой постимпрессионистской живописи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Но в Овере были созданы полотна «Церковь в Овере», Овернский замок на закате, «Вороны над полем пшеницы», в которых выражено глубокое душевное волнение художника, приведшего его к трагическому финалу. Предвещающими трагедию смотрятся черные птицы над полем созревшей пшеницы и грозового августовского неба. Об отсутствии внутреннего душевного равновесия у художника говорят искривленные линии и диссонансные красочные сочетания в изображении средневековой церкви в Овере. Синева, распростертого над ней темного неба и ведущие к ней кривые желтого цвета дорожки усиливают ощущение тревоги и беспокойства, которые создают это полотно. Драматично по своей цветовой гамме картина «Овернский замок на закате». Ван Гог хотел передать в ней вечерний эффект. На фоне желтого неба в окружении темной зелени предстает расположенный вдали замок с фиолетовой крышей, вид на который открывается от дороги и растущего около нее почти черного персикового дерева. Именно в поле где-то около этого замка и произошла трагедия. 27 июля 1890 года Винсент Ван Гог смертельно ранил себя из револьвера и 29 июля скончался. Обстоятельства самоубийства художника остаются до сих пор невыясненными до конца. Те печаль и предельное одиночество, которые были выражены в его поздних полотнах, были отражением очередного приступа болезни. Он был огорчен, что брат лишь однажды, посетивший Овер, не сможет приехать туда на летние каникулы, так как испытывал финансовые трудности и был болен. Тео Ван Гог умер 25 января 1891 года, через несколько месяцев после смерти Винсента. Револьвер, из которого стрелял в себя художник, не был найден. После выстрела Винсент смог сам добраться до гостиницы, где его нашел хозяин, вызвавший доктора Гоше и Тео. Винсент Ван Гог был похоронен в Овере, где его провожали в последний путь брат Поль Гоше, папаша Танги, Эмиль Бернар и Камиль Писаро. Творческая биография погибшего в 37 лет Винсента Ван Гога насчитывает всего 10 лет. За это время он создал более 800 картин и более 800 рисунков. Жизнь имела для него смысл только тогда, когда он мог работать. Мне безразлично, проживу ли я больше или меньше. 40 лет, не более. Жизнь имеет отношение ко мне только потому, что у меня есть определенные обязательства. Искусство, которому он был предан до фанатизма, взяло у него все. Я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половиной моего рассудка. Возможно, в самоубийстве художник видел единственную возможность протеста против жестокого общества, от устоев которого он страдал. «Надеюсь, ты согласишься, что мы имеем право восставать против общества и защищать себя», – писал он Тео, выражая свое отношение к самоубийству. «Он всю жизнь верил в то, что работает не только для себя, мечтая об искусстве большого социального содержания, надеялся на обновление современного искусства. Да здравствует грядущее поколение, а не мы». Приговор Ван Гога в себе был жесток и несправедлив. «Как художнику мне уже никогда не стать чем-то значительным, в этом я совершенно уверен», – писал он Тео. Произведениями этого выдающегося художника ныне гордятся крупнейшие музеи мира. На родине Винсента Ван Гога в городе Грот-Зюндерте ему установлен памятник работы Осипа Цаткина. В Амстердаме создан музей художника. Большая коллекция его живописных и графических произведений находится в Государственном музее Крюллер-Мюллер-Ватерло. «Благодаря собиранию их с начала 20-го года госпожей Крюллер. Мы, вероятно, рождены не для победы и не для поражения, а просто для того, чтобы утешать искусством людей или подготовить такое искусство», – писал Винсент Ван Гог. Но он вышел из этого нелегкого состязания, согружающего жизнью победителем, создателем нового, а не утешительного искусства, что и отвечало его заветным мечтам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok